Всем доброго времени суток! На связи Николай Птиченко, автор проекта «Подари любимой песню». Я хочу вам также представить Кирилла Плешакова-Качалина, автора «Школы природного голоса». Кирилл, приветствую вас! Здравствуйте! Кирилл, я хотел только уточнить, вы единственный автор «Школы природного голоса» или вы еще в соавторстве работали? В соавторстве, да, мы начинали вместе с Владимиром Багруновым. А вот этот момент важен для меня, я почему-то так и подумал, но вот тогда будет такое уточнение. Вот, и я вас хочу немножко ввести в курс дела. Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы любезно согласились не только дать мне интервью, но и принять участие в нашем проекте. Я немножко расскажу о цели этого проекта, чтобы вам было легче сориентироваться. Наш проект называется «Подари любимой песню». Изначально мы очень хотели его подготовить, как вы понимаете, к 8 марта, но не сложилось по времени, поэтому решили все-таки его запустить, уже не привязываясь к никакой дате. Он будет состоять из всего пяти практических вебинаров, и в рамках вот этого проекта каждый, кто придет на этот проект, научится играть свою первую песню. Не буду говорить, какую, пусть будет маленькая тайная, но мы даем стопроцентную гарантию по той простой причине, что уже подобный проект мы делали, только он гораздо был длиннее и другие цели. И все люди, которые к нам пришли, они уже научились, поэтому у нас нет никаких сомнений, что это будет здесь. И мне бы хотелось наш разговор построить таким образом, чтобы наши слушатели, которые будут нас слушать, и те люди, которые придут на проект, получили максимальную помощь. Что мы можем им дать в рамках этого проекта, чтобы они могли эту максимальную пользу извлечь? Из нашего интервью и, соответственно, из вашего вебинара мы потом немножко поговорим об этом. И вот сразу переходим к теме. И вот, знаете, меня всегда очень волновал один вопрос. Вот, допустим, меня пригласили недавно на Всероссийский фестиваль песенный. Это он был детско-юношеский, там был такой вот. И, вы знаете, я был в шоке совершенно. Почему? Потому что я не считал количество выступающих, но вот навскидку могу сказать, что большая часть выступающих не просто в школе, а на Всероссийском песенном фестивале просто не попадали в ноты. Я, честно говоря, не знал, как мне вести себя в качестве члена жюри, потому что, ну, вы понимаете состояние музыканта, когда люди не попадают в ноты. И в то же время, я вспоминаю мое детство, я родился на Украине, и у нас бабушки безграмотные на свадьбах, если вы когда-то бывали украинских, в три голоса чистенько пели. Да, да. Это вы понимаете. Безграмотные бабушки пели, и сейчас на Всероссийском конкурсе, я не говорю, обычные люди. И еще один факт. Почти все мои ученики, я преподаю гитару много лет, вот в последнее время, приходят безголосые. То есть они, их называют гудошниками, вы знаете, они просто гудят, и большущая проблема. Вот в связи с этим у меня к вам первый вопрос, вот почему такая сложилась ситуация, а потом мы уже перейдем к вопросам, что с этим делать конкретному человеку. Вот первый вопрос, почему вы считаете вот такая мрачная картина в этом плане? Мрачная картина, ну, в принципе, да. Надо подумать, как лучше ответить на этот вопрос, потому что именно... Ну, вообще, вот почему люди не совсем чисто поют, я думаю, что этому есть такие три причины. Первая причина этого человека просто нет музыкальной памяти, то есть плохая музыкальная память. И человек просто не помнит мелодию, и, соответственно, не может он ее повторить. Но эта причина очень легко решается за счет того, что музыкальная память развивается так же, в принципе, как и обычная память. Потом есть причина номер два, которая вот сейчас как раз у большинства людей, видимо, присутствует. Это когда человек, в принципе, помнит мелодию, то есть у него есть музыкальная память, он слышит, у него есть даже слух. Слух, в принципе, есть у всех людей, музыкальный слух. Потому что любой человек может отличить и высоту ног, да, и продолжительность. То есть музыкальные данные, они заложены в каждого человека. Но вот бывает часто так, что человек слышит фальшь, но при этом голосом он не может все равно чисто изобразить мелодию, потому что голос его не слушается. И это происходит из-за того, что, к сожалению, наши голоса сейчас звучат процентов на 10 от своих возможностей у большинства людей. А остальные 90% они скрыты, ну, фактически они не задействуются нами. И поэтому мы не можем в полной мере владеть своим голосом, и в результате не можем в том числе и чисто петь. Происходит это потому, что, почему, кстати, в деревнях этого нет, потому что, ну, в условиях городской жизни, вот когда младенец рождается, малыш, у него голос идеально настроен. То есть все младенцы, они великолепно владеют своими голосами с рождения. Вспомните любого, да, у них и звонко звучат, и искренне, и хорошо. А потом происходит следующее, что родители просят ребенка уменьшить громкость, то есть потише себя вести. Родители просят ребенка, он же громкий ребенок, а соседи там спят или что-то еще происходит. В общем, постоянно родители просят ребенка замолчать или вести себя тише, спокойнее и так далее. У ребенка в этот момент возникает какой-то первичный как раз страх или зажим, скорее всего, даже страх вот именно звучать голосом. Он начинает его зажимать, чтобы он слушается родителей, да, родители просят тише, и ребенок начинает тише звучать. И в результате он подключает здесь много лишних мышц, которые к процессу голосообразования не должны вообще подключаться. И что получается? Получается, что взрослый человек, когда уже ребенок вырастает, потом еще вот эти все страхи и зажимы усиливаются в школе, в институте, когда нужно тоже, ну, в школе, в первых классах особенно, да, дети же хотят бегать, активно проявлять себя, кричать, опять же, а если по 40 минут сидеть молча, молча, да, и слушать лекцию, вот тоже довольно-таки такое тяжелое состояние. И в результате вот у взрослого человека получается, что к голосу подключено очень много всего лишнего, и просто тяжело голосу звучать свободно. Отсюда, соответственно, и не попадание в том числе в ноты, но это не только в ноты, это плюс еще и разговоры проявляются всегда, и устает голос быстро, и, в общем, вот такая ситуация по этому получается. А в деревнях там ситуация получше, потому что больше пространства, да, то есть нету вот такой коробки, квартирный, нету соседей, поэтому там все дети спокойно звучат, спокойно владеют своими голосами, никто от этого не переживает, и в результате в деревнях действительно голоса более свободные, более природные, плюс еще там более чистый воздух, а воздух влияет на резонаторы, на тембр голоса. Качество воздуха влияет на тембр голоса, потому что, что такое голос? Это озвученное дыхание, и когда в наших резонаторах, грубо говоря, мусор, а мусор какой? От выхлопной газа машин в городе, да, мы вдыхаем, сигаретный дым, тоже вдыхаем, сейчас вроде бы, слава богу, ввели закон о том, что запрет курения, да, в публичных местах, это хорошо. Но все равно весь этот мусор, он откладывается у нас в ракеи, в бронхах, в головных резонаторах. Он жить не мешает, но он влияет на тембр, он ухудшает просто красоту голоса, портит. В деревнях этого нет, поэтому там опять же голоса более чистые, более красивые и такие благослучные. Спасибо, Кирилл. Это очень такой подробный был ответ на этот вопрос. Я думаю, есть над чем подумать, и здесь есть уже очень важные моменты, которых вы наметили. Теперь еще один вопрос, который часто мне приходится слышать от моих учеников. А можно ли вот самому заниматься, скажем, развитием голоса? Ну, я имею в виду вот по каким-то методикам, сейчас очень много всего в интернете. Или же необходимо обязательно присутствие педагога? Вот как вы посчитаете, что будет, как вы, вернее, считаете, какие есть варианты ученика в этом случае? Да, ну, во-первых, все зависит, конечно, от педагога. Если он понимает правильную природу голоса, то, конечно, результаты ученика будут лучше, чем если ученик будет заниматься без поддержки преподавателя. Но вот у нас, в школе природного голоса, мы сформировали такую методику, которую, в принципе, может любой человек, вот сейчас берем любого человека, независимо от его возраста, пола, независимо от того, как у него звучит голос сейчас, нравится ему, не нравится, сильный, слабый, в общем, любой. Берем изначальный уровень, человек выполняет упражнения, определенные в течение 30-40 дней. И по истечении этого времени у него голос начинает звучать лучше, у него раскрывается, раскрывается именно то звукоизвлечение, которое заложено в природе голоса рождения. Это, в принципе, можно делать и самостоятельно, но лучше, когда, конечно, еще есть возможность получить обратную связь от опытного, нормального, хорошего преподавателя. У нас в том числе есть такие тоже преподаватели. Спасибо. Кирилл, теперь еще вопрос, который задают мои ученики. Они спрашивают, а сколько нужно реально времени, чтобы более-менее чисто, правильно, красиво петь? Вот если в рамках, скажем, в школы природного голоса к вам приходит ученик безголосый изначально, вот понятно, что здесь у каждого свой период созревания, если можно так сказать. Вот сколько примерно, скажем, для среднего ученика со средними способностями музыкально нужно времени, чтобы это было прилично, чтобы он мог, например, в домашних концертах или в каких-то любительских концертах участвовать уже, чтобы это было более-менее приемлемо? Да, ну, именно что касается чистоты пения, да? Да, здесь в основном чистота пения имеет в виду, потому что если человек в ноты не попадает, о каком может выступлении тереть? Да, это я согласен, да. Ну, смотрите, у нас примерно 30-40 дней идет первичная настройка голоса, то есть именно настройка голоса как инструмента. Как вот человек настраивает гитару перед тем, как на ней научиться играть, да, обязательно, если гитара не настроена, то на ней смысла нет играть. Вот на этот этап уходит 30-40 дней минимум. Ну, в принципе, вот... А как часто вот занятия проходят эти 30-40 дней? Каждый день. Каждый день 30-40 дней, да? Каждый день, да, в течение вот месяца минут по 15 в день. То есть 10-15-20 минут, в зависимости от того, сколько времени у человека. Но здесь важно, чтобы каждый день человек делал определенные упражнения, за счет этого у него сформируется новый навык в течение 30-40 дней, новый навык звучания. То есть новый навык владения голосом. На формирование и закрепление этого навыка нужно примерно 30-40 дней. А впоследствии уже идет, что касается пения, это чистоты пения, да, это идет погружение в лад. То есть, ну, чтобы человеку петь чисто, ему нужно ощущать хорошо лад. Мажорный или минорный лад, да, то есть он должен в нем находиться, плавать, как рыба в воде. И, соответственно, тут еще определенное время уйдет на это. Я не могу точно сейчас сказать, потому что здесь на каждую индивидуально. И у нас как раз вот этот вот курс, мы сейчас разрабатываем его только в данный момент по пению природным голосом. То есть там, где будет рассматриваться именно погружение в лад, фразировка. То есть в пении, в речи, вот человек, когда говорит, мы же с вами разговариваем, мы же не каждое слово так долбим, да, а у нас фраза начинается, и кульминать уже фраза заканчивается. Точно так же вот очень важно у человека, если он хочет научиться и чисто, в том числе петь, он должен эти фразы певчески ощущать. То есть не каждую ноту одинаково выдувать, выдувать, а и устраивать музыкальную фразу голосом. Вот это тоже у нас в курсе рассматривается, но этот курс сейчас только в стадии создания. Секреты не выдавайте тогда. Мы сейчас его протестируем сами, то есть проводим тесты. Спасибо, Кирилл. Следующий мой вопрос. Скажите, пожалуйста, я много, очень слышал отзывов, то есть мои вот ученики, лично мои ученики у вас занимались, и они взахлеб рассказывали о вашей школе, и когда я их спрашивал, а что это такое, у них было такое удивление на глазах. Они не могли толком объяснить. То есть им очень нравилось у вас, но что это такое, я вот до сих пор от них не мог получить ответ. И такие, например, еще отзывы слышал в интернете, что это уникальная методика, которой нет ни в России, ни за рубежом. Я немножко только с ней знаком, поэтому хотел из первых уст получить конкретный ответ. Вот в чем разница, скажем, традиционных методик обучения, вот по которым, например, я учился в свое время, от вашей методики, которая мне очень симпатична, но хотелось узнать побольше, вот из первых уст именно. Да. Опять же, про пение, да, вы имеете в виду? Нет, вообще про школу. Целиком про школу природного голоса. Вот саму методику меня интересует. Чем она в корне отличается, принципиально, вернее, отличается от других методик по вокалу и так далее? Да, ну смотрите, во всех методиках по вокалу и по постановке голоса там берется определенный эталон, то есть, к примеру, если это академический вокал, берутся определенные рамки, шаблоны. То есть, к примеру, если человек идет учиться академическому пению, то он знает, что такое академический вокал, пускай даже ему дадут самые лучшие образцы академического пения. Если человек идет учиться джазовому вокалу или эстрадному вокалу, точно так же у него есть определенные рамки, определенные шаблонные звучания голоса и определенные примеры в качестве вокалиста, кто лучше всего владеет эстрадным вокалом. И обучение строится на распевках, на определенных упражнениях, которые в результате должны, по идее, человека привести к этому эталону звучания, то есть, либо в академическом жанре, либо в эстрадном, либо каком-то еще. У нас здесь, в Школе природного голоса, эталонов никаких нет. И точно так же нету рамок. Мы не делим голоса на академические эстрадные и так далее, не делим пение на академические эстрадные. А мы при помощи очень простых упражнений, это не распевки у нас, не распевки, а именно упражнения на звучание голоса, При помощи них мы раскрываем тот голос, который в человека заложен природой. Его естественный голос, то есть не эталонный. Мы не учим всех петь как шаляпин, например, потому что если человек начнет учиться петь как шаляпин, он никогда, я уверен, не станет шаляпином, но более того, он уйдет еще от своего собственного голоса. И в результате ничего не получится. А когда человек раскрывает именно свой голос, то у него есть очень большая вероятность того, что у него голос уникальный, и он будет услышан, и он будет такой же, не в плане звучания, как шаляпин, а в плане воздействия. Почему у нас есть певцы совершенно из разных жанров, которые затрагивали людей на определенных интервалах времени? Шаляпин, например, это конец 19-го, начало 20-го, потом, например, Высоцкий, у него совсем другой голос, у него вообще, можно сказать, хриплый такой, тем не менее, он все равно воздействовал людей очень мощно. В любом жанре можно найти уникальный, Фредди Меркурий, например. И вот в нашей школе природного голоса получается то, что каждый человек, он, наоборот, снимает с себя все шаблоны звучания, убирает все рамки и начинает звучать, начинает говорить и петь именно таким голосом, который заложен в него с природой, от природы изначально. И у нас есть примеры, допустим, у нас на сайте, может быть, видели Ария Васильевича, он у нас 72 года, представляете, человек пришел первый раз на мастер-класс, после этого, значит, у него раскрылся, ну, такой народный голос, не в плане такой открытый, знаете, народный вокал. Да, открытый голос, да. Нет, 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 у него именно больше такой академическую сторону, но он поет русские народные песни, романсы, и очень это тропает всегда слушателей. И вот он начал петь тоже после 72 лет. Супер. Например, там, вот Вова Кавакски, например, у него тоже в результате раскрылся именно академический голос, такой очень густой, и он сейчас поет в «Геликон опера». У других людей, например, раскрывается больше эстрадный там или какой-то бардовский голос, да, ну, то есть у всех разный. Мы не направляем, мы не даем вот это направление по жанру, а мы раскрываем именно голос, который заложен на природу. И делаем это при помощи, ну, действительно уникальных, мощных упражнений, очень простых. У нас вообще методика вся состоит из шести блоков. Первое – это мы закладываем природное звучание, природный тон, то есть самый фундамент. Второе – это мы работаем над первичными интонациями звуковысотными, да, то есть учимся голосом издавать самые простые интонации. Третье – это у нас прогруживание, древний такой способ настроить голоса, снятие зажимов, который к нам попал от Арины Никитиной. Ну, это вообще длинная история, если интересно, потом расскажу. Вот, четвертый блок у нас – это эмоционально-чувственное наполнение голоса, да, то есть эмоциональная интонация, чтобы человек передавал настроение песне. Ведь, по сути дела, это тоже очень важный момент. Певец, когда поет, то самое главное, по сути, передать настроение, да, настроение, смысл песни. Ну, естественно, чтобы и ноты были чистые. Вот, и пятый блок у нас – тембральный, там как раз раскрывается тембр, там чистятся резонаторы, грудь, лицо, стопы. Вообще, все наше тело – это как дека у гитары, поэтому все наше тело должно резонировать, фибрировать от звучания голоса. Тогда голосом легко владеть, он легко звучит. Вот, и шестой у нас блок, мы его так называем, шутку, энергетический, то есть там мощные упражнения, которые, по большей части, влияют на внутреннюю силу человека, именно силу воздействия, тоже раскрывают его энергетику, повышается у него уровень внутренних сил. Вот, это наша методика, что касается настройки, именно настройки голоса как инструмента. Спасибо, Кирилл. А я вот еще слышал от моих учениц, вот, в фамилии не помню, Ольга, я помню, вас занималась. И когда я спрашивал, я вот запомнил, она говорит, вы понимаете, говорит, у меня начала жизнь меняться. Вот эта фраза, что это действительно правда, что когда человек занимается в вашей школе, у него происходят вот такие позитивные какие-то изменения в жизни, потому что это вот не мое мнение, это мнение моей ученицы, которая реально занималась в вашей школе. Да, действительно, я тоже очень часто читаю в отзывах, что меняется в том числе и жизнь. И года три тому назад я примерно понял, понял, да почему это происходит? Почему? До этого это просто было как-то так неосознанно. Ну и смотрите, помните, я вначале рассказывал, что при помощи наших упражнений снимаются шаблоны, и человек раскрывает свой настоящий такой естественный голос. Просто дело в том, что как вот младенец нарабатывает страхи, зажимы, и страх именно самого рождения вырезать себя с детства, точно так же с детства все окружающее пространство, телевидение, интернет, газеты, журналы, они накладывают на нас определенные шаблоны мышления, шаблоны поведения в определенной степени. То есть вообще у многих, практически у всех людей склонность копировать то, что им нравится. Ну это в принципе нормально, но это приводит к тому, что, к примеру, нам нравится какой-нибудь там журнал, или какие-нибудь герои там в этом журнале. И человек неосознанно начинает подражать им, то есть копировать их. И в результате получается, что он свою жизнь выстраивает в соответствии с жизнью тех людей, а не со своей. И когда вот человек начинает звучать голосом, когда он начинает снимать с себя все вот эти шаблоны, он в том числе снимает с себя вот эти шаблоны, навязанные жизнью. И в результате он начинает жить именно ту жизнь, которую он должен. Ну то есть предназначение, которое заложено природой реализовывать свое. За счет этого вот как раз, я думаю, происходят те самые отзывы, которые люди пишут, что жизнь стала позитивнее и так далее, потому что человек наконец-таки вступает именно на свой путь в результате. Спасибо, Кирилл. Я хочу немножко такой, как бы в другое русло перевести разговор и такой достаточно сложный момент обсудить с вами. Я сейчас выскажу вам сначала свою точку зрения, а потом хотел бы, чтобы вы высказались по этому поводу. Речь идет вот о чем. Очень часто происходит так, что многие ученики, например, хотели, скажем, научиться играть на гитаре, ну это в моем случае, или хотели бы поправить свой голос, начать заниматься, но по какой-то странной причине они так никогда и не начинают. Каждый раз, ну завтра, ну потом, ну вот закончится, ну вот вырастут дети, ну вот, и вот это, ну вот, не кончается практически никогда, и когда человек уже проживает жизнь, уже ему становится как-то достаточно грустно. И вот я размышлял по этому поводу достаточно много и пришел к потрясающему, шокирующему для себя выводу, потому что на самом деле в корне вот этой проблемы лежит страх смерти. Я сейчас объясню, вот сразу же кажется, откуда вдруг занятие гитарой, страх смерти. А на самом деле, вы, наверное, знаете, что человеческий мозг состоит из трех мозгов, можно так выразиться. Один из них, самый древний, его называют рептильным мозгом. Я не буду объяснять все другие, просто объясню. То есть фактически в нашей голове сидит рептилия. Представляете, сколько там миллионов лет этот мозг реальный у каждого, у вас, у меня, у любого живущего на этой земле. И вот у рептилии есть всего две реакции. Например, если она чувствует, что она может сожрать другую рептилию, она ее что? Съедает. А если рептилия чувствует, что она послабее, что она делает? Делает ноги, правильно? Убегает. Так вот, смотрите, если подставить вместо рептилии, например, вот изменение человека, скажем, это то же самое, что какая-то рептилия. Вот, например, человек говорит, я хочу научиться играть на гитаре. И он говорит, я хочу пойти в школу природного голоса. Это такая же рептилия. И он чувствует, что он не может одолеть эту проблему по какой-то странной причине, и он делает ноги. Я пришел к выводу, что это заложено вот в этом мозге. Вот скажите, пожалуйста, теперь конкретный вопрос. Как вы лично решаете проблемы новизны? У вас появляется какая-то новая проблема, с которой вы вообще никогда не были связаны, но вы по какой-то причине хотели научиться этому или преодолеть. И какие бы вы дали советы практически моим будущим ученикам, которые собираются прийти на наш, в данном случае, проект, мне хотелось бы, чтобы они все-таки не сделали ноги, а съели эту проблему, переварили ее и получили максимум из того, что мы хотим им предложить. Вот такой неожиданный, может быть, для вас вопрос. Да, неожиданный вопрос. Интересный вопрос, конечно. Я вот про рептилии первый раз услышал такую историю интересную. Ну, смотрите, тут у меня был вопрос, например, когда в 2004 году я переехал в Санкт-Петербург и думал, чем заниматься, я собирался начать бизнес с нуля. Да, вот это как бы такое страшное решение. Я подумал, ну, допустим, у меня ничего не выйдет. Да, ну, допустим, ничего не получится с бизнесом. Ну, я тогда устроюсь на работу и как бы буду работать тут. Я тем более начинал именно с нуля, то есть я не собирался какие-то деньги занимать вначале самым. А получается, что в случае, допустим, с обучением игре на гитаре, ну, к примеру, если у человека ничего не получится, и он вдруг не научится, хотя, конечно, это маловероятно, но он же, получается, ничего не потеряет. Правильно? Он не умрет от этого. Он не потеряет денег, даже в вашем случае, он же бесплатный сейчас. Да, абсолютно бесплатный. Вот, тем более даже так, да? Вот мы в нашем случае даем на 60 дней гарантию возврата денег. То есть у нас интернет-курс платный, и мы в этом случае даем гарантию, что если человек не решит свои проблемы, не получит результаты, то мы возвращаем в течение 60 дней. Получается просто, что человек, но он защищен от любых неудач, поэтому что здесь, собственно, бояться, из-за чего делают ноги? Рептилия его не съест. Хотя, ну, мне кажется, здесь рептилии второй шансы нету. Конечно. То есть я так понял, что рептилии, это может быть возникать между человеком и человеком, то есть когда там два человека общаются между собой, да, то тогда вот это может как-то включаться. А здесь получается, что человек просто получает задания, их выполняет, то есть у него только сам с собой он, да, как-то взаимодействует. Да, да, в этом вся сложность, потому что рептилия внутри него находится, и как только он справляется с этой ситуацией, он сможет тогда победить ее. Вот в этом. Это не внешние какие-то вещи, это внутреннее его отношение к этой проблеме, к этой ситуации и так далее. Кирилл, и еще я хотел поговорить об одной проблеме, я на нее ответа не имею, например. У меня есть какие-то свои предположения. Вот смотрите, сейчас получается ситуация, когда многие родители уже воют от того, что их дети полностью прикованы к компьютеру, полностью как бы побеждены этим. Вот, и некоторые родители звонят мне, они согласны на все. Они говорят, возьмите, пожалуйста, моего ребенка, только лишь бы хоть как-то его оторвать от компьютера. А мой вопрос всегда один и тот же. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а есть ли у вашего ребенка желание и какова цель его? Если этого желания цели нет, я отказываюсь от таких учеников. Это то же самое, что двигать автомобиль самому без бензина в бензобаке. Бензин – это и желание человека. Поэтому для меня это очень важный вопрос. И вот вопрос мой следующий. Скажите, пожалуйста, вот я могу помочь любому человеку, у которого есть желание. Вот, например, бабушка 67 лет. Это по поводу возраста вы рассказывали интересную историю о мужчине, 72 года. 67 лет. Не могу даже бабушкой назвать. Мне вот так слетело с уст. Это петербургская женщина, 67 лет. Сынок, можешь меня научить играть на гитаре? Тот же вопрос. Говорю, а какая ваша цель, мотивация? Я хочу научиться играть на гитаре и охмурять мужиков. Вот, круто, да? Да. И вот вопрос теперь. Я так немножко пространно рассказал, чтобы вы немножко подумали в этот момент. Скажите, пожалуйста, вот можно ли вообще помочь человеку? Вот реальная ситуация. Мне звонят родители, говорят, помогите вот научить моего Васю, Петю, Машу. Вот она полностью по рукам и на загам связана вот этими компьютерами. А желания как такового нет. И вот можно ли помочь в этом случае человеку, если у него, ну скажем так, либо нет желания вообще, они хотят, чтобы я его выработал, либо оно какое-то такое не совсем оформленное, не совсем понятное. Ну ладно, я позанимаюсь, пойду. Вот что-то вот такое аморфное и так далее. И это проблема не одного человека. Поверьте, это проблема уже целого поколения, потому что таких ситуаций я могу привести Вам очень-очень много. И вот я хотел бы Вашу точку зрения услышать. У меня есть своя точка зрения, я не собираюсь сейчас высказывать, потому что она не до конца продумана, и я не до конца уверен в правоте своих слов. Хотелось бы услышать от Вас. Да, ну смотрите, желание возникает тогда, когда есть какой-то определенный интерес, и ну это нравится, да? Почему, допустим, у нас там в 70-е, 80-е годы было, ну в 90-е такое вовлечение музыкальными группами, типа Битлз, да? Потому что, ну люди слушали эту музыку, и им хотелось выйти тоже, значит, то же самое играть. Я вот просто сейчас вспоминаю свою историю, то есть у меня не было музыкального образования, я не учился в музыкальной школе, но где-то, наверное, когда мне было 14 лет или 15 лет, 14, да, моя мама решила почему-то, как Вы рассказываете сейчас, да, она решила, что мне надо научиться играть на гитаре. Вот тоже как раз про гитару. И, значит, я к этому никаких, как бы, желаний не высказывал, то есть я занимался в то время компьютерами, очень как раз вот тоже. Да, проблема, да. В частичном случае, да, компьютерами, программированием, тогда еще не было такого повального интернета, конечно, но мне тогда нравилось программировать, игры свои на компьютере сам писал. Вот, и, значит, вот мама решила, что мне надо на гитаре научиться играть. Меня это как-то идея не очень вдохновила, честно признаться. Да, я думаю, что это гитара, и с какой стати. Хотя мне вот 5 лет, я любил брать гитару, не умел на ней играть, но я брал ее в руки и начинал там бить по ней, ну не бить, а в смысле по струнам, да, как будто играю, и тексты Высовского произносить. Вот в 14 меня привели к преподавателю по гитаре, мы начали занятия, и, значит, на первом занятии уже он мне показал, по-моему, «Ест Дэй» песню. С ума сойти. Виделось, но это в плане оттуда. Сложно достаточно. Ну, да, но он мне показал, как бы я сам спел, я еще не играл. Мы с ним там начинали, начали какие-то там простые что-то играть, просто звуки, да, издавать. Но уже вот на втором, на третьем занятии мы начали уже разбирать какие-то такие песни, которые были на слуху, и вот на этом этапе у меня появился очень большой интерес к этому, да, то есть я стал уже дома приходить играть эти песни, их стали узнавать мама, там, бабушка, папа, да, то есть как бы мне стало это очень интересно. Я помню, что я прямо по два часа в день регулярно, каждый день, именно уделял гитаре, уделял этим песням, потому что у меня вдруг проснулся вот этот самый интерес. И более того, этот интерес, потом вот это мое увлечение гитарой вылилось в то, что я забросил программирование, забросил компьютеры и поступил в Институт искусств. Потрясающе. Правда, не на дирижера, вот, то есть не на гитариста, а на дирижера хора. Потому что два года я занимался гитарой, и этого просто бы не хватило, чтобы поступить именно на исполнительскую гитару, хотя я готовил уже программу, там и баха играл, и сонату какую-то уже играл, и что-то такое серьезное. Но поступил все-таки на дирижера, потому что мне уже нравилось петь, и фортепиано мне нравилось, а там как раз все это объединяется, и пение фортепиано, он дирижерский. Так что, что касается интереса, мне кажется, что, в принципе, сейчас у детей почему такая проблема? Они просто не видят ничего, кроме компьютера. И это реально как бы так. Если родители возьмут их, например, на какой-нибудь хороший концерт, где звучат душевые инструменты, где та же гитара звучит, если это действительно хороший концерт, вполне вероятно, что ребенок как-то заинтересуется, проявит интерес. Или прям сразу, может быть, как в моем случае, начинать какие-то простейшие занятия, и, соответственно, если песни эти будут нравиться ребенку, то вполне возможно, у него опять же проснется. Спасибо, Кирилл. Это очень интересный был ответ. Он очень схож с моим ответом, который я мог бы дать. Но вы так пространно, здорово объяснили. И еще такой практический вопрос, практически в том смысле, вот вы любезно согласились провести тоже, я повторяю, бесплатный вебинар, будет один на нашем проекте. И вот не раскрывая всех секретов, вот вы могли бы вкратце объяснить, вот что ждет тех людей, которые придут на ваш вебинар? Если можно, меня самого подмывает, посмотреть хотя бы одно практическое упражнение вот в рамках этого ответа, вот из арсенала вашей школы природного голоса. Да, но я думаю, что на вебинаре как раз-таки мы будем меньше разговаривать, а больше я могу просто показать упражнения. Было бы здорово, да. Да, да. А сейчас могу тоже показать, давайте самое простое сделаем, если хотите, самое первое, которое как раз снимает зажимы и задействует природную мускулатуру, гладкие мышцы для стучания. То есть тема как раз это гладкие мышцы, это те мышцы, которыми владение используется во время стучания. Упражнение очень простое. Пройдите? Конечно, с удовольствием послушаю. Сядем ровно. Вместе будем делать? Давайте. Я никогда ведь не был в вашей школе. Попробуем с удовольствием. Ну вот, значит, сядем ровно давайте. Расслабимся. Плечи опустите. Ровно. Грудь поднята. Живот подтянут. О, хорошо. Глубоко дышать не надо. То есть дыхание такое, как в жизни сейчас, как во время разговора мы с вами дышим, в таком же режиме мы и продолжаем звучать. То есть ни в коем случае не надо делать глубоких прохов. А просто спокойно сидим с хорошей осанкой. Одну руку положите на грудь. Даже чуть-можно ниже, в район солнечного сплетения. Там сидит дирижер голоса, который отвечает за очень многие факторы в голосе. И в таком положении начните издавать самый простой, самый легкий звук, без каких-либо усилий и напряжения. Например, вот такой. Расслабь ты еще лицо, челюсть. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да, без усилия, чтобы он сам как-то из вас исходил. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот, отлично. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. И вот кто у нас будет смотреть это интервью, попробуйте так минут 15 устанавливать, и уже за 15 минут, возможно, люди ощутят определенные первичные изменения в волосе, в виде расслабления такого волоса, снятия зажимов. Спасибо, Кирилл, большое. Ну и мой последний короткий вопрос. Что бы вы хотели пожелать всем участникам нашего онлайн-проекта «Подари любимой песню»? Ну я бы хотел пожелать, что бы они подарили обязательно песню и сами начали сочинять песни, и что бы хорошее настроение было у людей, благодаря в том числе песням. Ну, что бы все получилось, что бы голоса зазвучали, что бы музыкальные способности к игре на гитаре тоже проявились. Потому что я уверен, что все вот эти способности к пению и к музыке, они в каждого человека с рождения заложены. И опять же, как раз наши любимые деревенские бабушки тому самый замечательный пример, который нигде не учится, а и поют, и могут, и играть. Вот так что, друзья, звучите, занимайтесь, и все у вас обязательно получится. Спасибо. Спасибо всем. С вами были Николай Птиченко, автор проекта «Подари любимой песню», и Кирилл Плешаков-Качалин, один из авторов замечательнейшей школы «Природного голоса». Пока-пока, до встречи на музыкальных тропах. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok